здравствуйте друзья здесь демитков юрий и сегодня я хочу представить вам валерия клайдовича скребова это тот человек который пришел ко мне когда я понял что мне нужно делать накопление значительно больше чем я делал до этого и я вспомнил что когда-то ко мне приходила женщина с предложением в начале 90-х еще годов с предложением открыть социально накопительную программу в америке вот и я ждал думаю кто бы мне предложил сейчас и мы встретились с валерием клайдовичем и он предложил мне открыть социально накопительную программу но не в америке а в австрии поэтому первый вопрос я хочу задать ему валерий клайдович ну почему в австрии хороший вопрос но прежде всего я хочу вас всех поприветствовать и поблагодарить вас за то что вы смотрите это видео я сегодня постараюсь ответить на все вопросы которые задаст мне юрий и может быть это внесет какую-то ясность в тему которую мы обсуждаем значит вопрос первый значит почему в австрии ну австрия это особенная страна которая отличается от очень многих и если вы точно знаете про швейцарии что это швейцария эта страна банков банковская страна то австрия эта страна страховых компаний в австрии самое жесткое законодательство которое охраняет деньги вкладчиков на протяжении многих 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 лет то есть это самые надежные программы которые существуют в мире вот это пожалуй ответ то есть в австрии самые надежные компании страховые самые надежные в мире правильно я понял совершенно верно и подтверждение это может быть как раз тот факт что уже почти сто лет ни одна страховая компания в австрии не обанкротилась но это сложно даже представить да у нас когда банки закрываются сплошь и рядом почему в австрии я понял то есть это самые надежные компании зачем вообще это делать вот это вот самый важный вопрос зачем это делать этот вопрос следует обратить каждому кто смотрит видео и даже скажем просто размышляет по поводу своей собственной жизни нужно ли делать вообще какие-то накопления то есть нужны ли какие-то запасы человеку который проживает сегодня жизнь ну для меня ответ однозначно обязательно мы обращаемся к тем людям которые нас смотрят поэтому если еще вы не пришли к такому заключению что обязательно скажем нужно быть человеком которого есть деньги то еще раз переосмыслите это деньги нужны для того чтобы просто проживать для того чтобы быть с какими-то гарантиями потому что в этой жизни большинство и почти все завязано на деньги поэтому эта программа нужна для того чтобы обеспечить свое будущее потому что если вы молоды если вы еще работаете то деньги еще есть что будет с деньгами когда допустим не будет бизнеса или не будет работы или просто когда наступит пенсия то на что проживать ну сегодня у нас не вопрос дискуссии пенсионные там реформы которую все знаете просто для это проживание в будущем нужно будет очень большое количество денег и никто кроме вас их создавать не будет поэтому нужно сейчас подобрать для себя нужные подходящие понятные инструменты и их использовать и австрийские вот эти программы как скажем ну максимально для этого подходит просто это один из самых лучших вариантов обеспечения собственной жизни давайте расскажите тогда подробнее что за эти что за программы существуют какие они есть ну что такое программа да что такое программа раз существует слово программы значит они просто вклад какой-то значит программа нас объединяет себе скажем нечто что это значит две составляющие у нее это первое это сохранение средств да то есть мы берем промежутки времени растянутого длительность этих программ от 10 до 20 лет кстати говоря очень укороченные по сравнению с европейскими программ там они длятся там 35-40 лет поэтому на этом протяжутке времени мы накапливаем но тогда был до похоже на банковский депозит но здесь и включается еще одна вещь это скажем страхование то есть это защитная страховая компания защита нас и защита наших средств значит на протяжении вот этой всей жизни потому что это нам дает определенную уверенность за себя из-за своих близких что если что-то пойдет нештатно на что что естественно никто не планирует то значит семья не останется без денег или мы сами не останемся без денег ну давайте более подробно все-таки что-то за страховая защита потому что мне кажется она существенно но страховая защита сущей вообще страховые компании они выплачивают большие суммы то есть как правило страховое возмещение по всем накопительным программ она во много раз превышает сумму внесенных денег в этом когда много раз во много раз да это принципиально но условно говоря если вы там оплачиваете но скажем там 5000 долларов в год значит и длительность вашей программы предположим там 15 лет и вот регулярно каждый год вносите по 5000 и не дай бог с этим человеком значит произошла какая-то трагедия значит ну предположим на третьем году то здесь вот будет просто возможность описать что что будет со страховой защиты как она будет работать во первых значит за три года было внесено 15000 до 15000 значит согласно условиям договора иначе выгода приобретателя значит будет получать скажем вот эти вот деньги значит это может быть если человек сам жив и не дай бог с ним скажем какое-то несчастье может он получил инвалидность он сам будет получать если человек как нет к сожалению то получает его наследники что они получат они получат сумму внесенных денег в данном случае это 15000 плюс процент который значит прописано в договоре он незначительный то есть точно скажем на него сильно рассчитывать не нужно потому что основная задача этих накопительных программ просто поддержать уровень денег на уровне инфляции инфляции валют значит следующее значит страховая выплата если значит человек умер не важно по каким причинам на чудо выплачивается значит страховая сумма в районе трех тысяч долларов либо евро это так называемое соболезнование от компании печальный факт но к сожалению это в жизни происходит то есть получается 15000 плюс 3 и есть еще одна страховая сумма которая выплачет дополнительно если не дай бог скажем этот уход из жизни произошел в результате несчастного случая что в основном и получается то есть не ехал не доехал летел не долетел плыл не доплыл тогда выплачивается дополнительно к тому что я сказал еще стоимость программы которая будет определяться как сумма первого взноса а это 5000 умноженное на количество лет которые мы собирались проплачивать то есть на 15 75 тысяч значит получается 15 это количество денег внесенных плюс 3 плюс 75 вот такая итоговая сумма получается 75 плюс 15 получается 93 93 тысячи получается это очень большая сумма которая может каким-то образом компенсировать вот этот вот ну такой скажем явно скажем неудачный вернее совсем скажем печальный случай это поддержка семьи да ну на самом деле честно говоря я знал уже ответ на этот вопрос и именно поэтому я открыл такую программу дело в том что я очень много времени провожу за рулем ну и понятно что это фактор риска и ну его нельзя не учитывать а у меня семья у меня дети и для того чтобы ну в крайнем случае дети не остались без ничего то я именно такую программу и открыл это первое а второе почему я открыл такую программу потому что она у меня ну я открыл программу в евро есть возможности в долларах есть в евро и когда открывал программу я могу сказать что евро стоило 42 рубля за евро сейчас это уже ну практически 80 рублей за евро они куплены по 42 рубля это дополнительная защита то есть мы сохраняем свои деньги в валюте что будет с рублем не известно ну я тут могу только поддержать на самом деле никто не знает что будет с нашей валюты потому что она относительно неустойчиво относительно доллара и евро поэтому с точки зрения накопления конечно целесообразно держать деньги сохранять их валюте которые более жесткая считается не качай стол вот ну да но это мы рассмотрели только программу с страховой защитой да а какие еще есть программы ну перечень программа которые предлагаются значит нам на нашем рынке значит он относительно небольшой но покрывает все потребности то есть есть программы без страховой защиты то есть тогда скажем там нет никаких страховок это как раз для тех людей которые ну скажем не любят вообще само слово страхование значит у них есть какие-то ассоциации или таскать как-то они скажем не хотят об этом думать то есть но если вы в числе таких людей это не обязательно вам иметь или нет факторов риска просто или может быть да вы не ездите как юрий там каждый день в москву или куда далеко работаете бухгалтером и сходите там пять минут на работу то есть оцените свои риски нужно вам или нет но моя рекомендация звучит в любом случае это как бы нужно сделать есть детские программы значит они очень интересные значит лучше всего конечно посмотреть описание этих программ на официальном там сайте вот но пока скажем концептуально нужно понять нужно ли вам накапливать деньги то есть это самый важный философский вопрос потому что если вы решите что вам это нужно сделать это тогда вы будете искать варианты анализировать сравнивать и я не сомневаюсь что вы придете но к логическому такому заключению что предложение которое мы сейчас обсуждаем она достойно внимания и она действительно самым самым но у меня на канале все такие люди присутствуют которые практически уверены что деньги надо сохранять и я просто рассказывал этих инструментах и многие интересовались уже как раз вот этими программами так ну вот вы упомянули что программа там 10 15 20 лет и по 5000 долларов что вот прямо так ну вообще стоимость программа она ограничена для нас вот в европе таких ограничений нет у нас стоимость программа 1000 до там до 10 тысяч долларов либо евро в год эту сумму определяет человек сам для себя исходя из своих возможностей и финансовых планов понятно что если у вас доходы не позволяет вам делать такие ну сказать сохранение или вложение денег то вы это и не сможете делать но вы точно представьте себе что сколько вам нужно будет денег в будущем то есть это будет очень большая жизнь очень большая большое время когда вы будете проживать вам нужно быть много денег поэтому эту сумму легко посчитать сколько вам нужно для этого перемножьте значит количество лет которые вы хотите не работать значит умножьте скажем это на тот на те деньги которые вам нужны вот она эта сумма и это всегда будет большая сумма поэтому чтобы эту сумму накопить нужно время поэтому эти программы они так растянуты во времени и для этого действительно нужны не год не два можно 10-15 лет 10-15 лет хотя этого как бы собрать европейский передовой опыт то этого мало ну у нас такие условия поэтому мы можем и за 15-20 лет себе создать резерв ну вот у меня еще есть такой фактор смотрите дело в том что кто самый большой враг наших денег мы сами потому что когда они у нас лежат вот они рядом то мы всегда их хотим ну куда так сказать там пристроить что-то купить вот а чем дальше мы их положим от себя тем вернее мы их сохраним и с этой точки зрения конечно австрийские программы но тоже наш выбор то есть это тоже фактор вот и еще один момент смотрите валерий кладович и вы наверное забыли упомянуть что это деньги социальные что это такое поясните пожалуйста ну значит социальные это очень хороший такой вопрос и для пояснения очень будет полезно узнать что деньги которые накапливаются они имеют особый статус так как они социальные что значит они предназначены для жилье для проживания и вот это их делает особенно защищенными потому что значит это особое законодательство значит и деньги всегда если вы не знаете они теряются тогда когда происходит их дальнейшее инвестирование то есть куда эти деньги вкладывается когда там берет допустим страховая компания или банк так вот здесь очень жесткие регламенты законодательные что они не могут быть потеряны то есть они не могут вкладываться с риском то есть они надежно вкладываются да они вкладываются надежно то есть эта надежность всегда будет связана с теми процентами которые зарабатываются на этих деньгах так как они как мы говорим социальные то есть они очень значимые для каждого человека кто делает такие программы то законодатели постарались обеспечить гарантированный возврат этих средств поэтому там маленький процент доходности но это большая скажем для нас радость потому что в данном случае речь должна быть не о доходе а о сохранности это самое важное для такого дела опять же мы возвращаемся к надежности да совершенно верно а вы как мы знаем что надежность всегда связано с процентом процент здесь небольшой размещение скажем строго регламентированный законодательность контролируется поэтому люди в европе спят спокойно они получают эти деньги при любых обстоятельствах нет форс-мажора в договорах нет форс-мажора вот такой вопрос смотрите вот например я открыл такую программу на 10 лет и ну что-то стряслось я не могу просто дальше выплачивать что происходит с этими деньгами то есть я фактически получается взял на себя обязательство в течение десяти лет выплачивать регулярно и вниз не смогла смогла ну к сожалению это бывает поэтому компания предусмотрела значит гибкость своих программ то есть она идет действительно навстречу своему клиенту понимая что у нас в нашей стране или у человека могут быть всякие скажем непредвиденные ситуации и самое главное что человек не сможет платить ту сумму которая подписалась это может быть связано как с потерей дохода так изменение курса доллара или там евро поэтому ничего страшного в этом нет значит программы которые значит существует на них стоимость могут менять меняться правда происходит это после второго года то есть изменять стоимость программы можно после второго года значит ее можно уменьшить ее можно увеличить и поэтому минимальная сумма там 300 долларов но в год это сумма подсильная практически любому даже с пенсии там средние которые существуют в россии то есть это небольшая сумма поэтому есть всякие разные варианты значит есть еще возможность допустим не платить какое-то время значит и потом восстановившись финансово значит может доплатить то есть компания такие варианты скажем тоже принимает есть еще вариант такой что просто перестать платить то есть ничего не уменьшайте тоже такие люди есть к сожалению они действовали по незнанию что подсказывает опыт и большинство из этих людей считало что деньги уже потеряны потому что они не платят ну значит они вот не смогли но не повезло в жизни но у компании как я уже говорил нет возможности оставить эти деньги у себя поэтому по истечении срока действия программы все равно скажем деньги которые были внесены они возвращаются клиенту и так сказать он получает скажем то что он смог сохранить это вот как бы такое такая особенность то есть уже есть скажем случае когда люди прошло вот эти 15 лет и люди получили свои деньги назад я правильно помню да есть вот очень много уже таких людей много таких да много таких людей потому что люди спрашивают они говорят ну вот мы отдадим деньги и все компания скрылась ну а вы говорите что у компании вообще нет возможности скрыться почему всегда есть такая возможность ну значит просто-напросто условия в которых работает компания не позволяет это сделать не позвали не позволяет просто нет никакой возможности там не знаю сбежать с деньгами или куда-то их там потратить потому что как контроль идет со стороны скажем государства за детям все но плюс финансовые органы поэтому и страховой надзор то есть это все очень жестко контролируется это реально работает ну потому что там все скажем делается по правилам и по закону ну я еще хотел бы дополнить что у компании огромные огромные собственные средства естественно потому что ну это страховая компания австрийская вот и с такими средствами сидеть избежать с нашей тысячей было бы смешно скажите с какого года существует вообще эта компания ну компания существует уже 190 лет 1890 лет до 1828 года то есть это большая история об этом можно прочитать очень многое там в интернете как она существовала что там происходило но это очень важный фактор но мне кажется не основной хотя время существования компании всегда говорит о существе а ее скажем качестве мощи надежности да это это рель и такая я бы сказал реликтовая компания то есть она очень известная в австрии но мы сейчас честно говоря речь идем не даже самой компании а как бы а некой скажем философии скажем накопление то есть нужно ли это делать потому что компания видимо не называем даже ни разу не назвали название значит этой компании и не собираемся это делать самое главное это для себя определиться нужно ли это вообще делать накапливать деньги потому что если у вас такой мысли нет вам мы никакое название так сказать ничего не даст а вот когда вы уже примите решение что вам это нужно вы будете искать спрашивать у нас можете поинтересоваться и тогда у нас будет предметный разговор значит вы скажем и будет решение конкретно ну я думаю что за короткое время вот которое отведено на интервью я не могу объять все вопросы и не могу наверное невозможно на них ответить поэтому если у вас есть вопросы то вы можете задать их прямо в комментариях к этому видео и ну я с удовольствием передам их валерию клайдовичу или отвечу сам насколько я ну смогу вот но валерий клайдович безусловно больший специалист чем я вот и ну если вас заинтересовало то я вас просто могу познакомить лично с валерий клайдович я надеюсь что он не будет против спасибо значит за то что вы досмотрели наше видео до конца надеюсь что вы из этого всего извлечете какую-то пользу это самое главное чего бы мы хотели значит надо понимать что все только в наших руках в ваших руках никто за нас ничего делать не будет все варианты мы выбираем сами и посыл главный что мы в этой жизни для себя конечно должна стремиться выбирать самые лучшие варианты потому что это наша ответственность и наша забота поэтому изучайте анализируйте интересуйтесь и действуйте ну я хочу поблагодарить валерий клайдович спасибо и ну если возникнут вопросы я готова ответить или еще раз организовать такое же интервью уже с учетом вопросов спасибо спасибо всего хорошего до свидания до свидания